Чубаксарское городское собрание депутатов сокращенно ЧГСД. Какие решения принимают выбранные нами депутаты и к какому это приводит результату? Обо всем этом в ближайшую минуту расскажу вам я, Ольга Пырочкина, в эфире программа «Местное самоуправление». Для чего Чубаксарские улицы разделят на типовые и исторические? Через какое время после начала снегопада коммунальные службы должны будут выйти на уборку города? И кто ответственный за сбивание сосулек? Эти и многие другие моменты пропишут в новых правилах благоустройства города Чубаксары. Документ обсудили на публичных слушаниях? Безнадежно устарели, так отвечают представители городской администрации на вопрос, чем плохи нынешние правила благоустройства столицы Чувашии. Одно из самых заметных изменений касается размещения наружной рекламы. В новом документе Чебаксарские улицы делятся на типовые и исторические, со зданиями 1956 года строительства и старше. В зависимости от этого там разрешат, либо запретят тот или иной вид рекламных конструкций. Что касается озеленения, отныне, прежде чем начать строительство, реконструкцию или капитальный ремонт, специалисты будут составлять так называемый дендроплан. Дендроплан – это топографический план, отображающий размещение деревьев и кустарников, что позволит способствовать традициональному размещению проектированных объектов с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений. В те сферы жизни города, где не требуется серьезных изменений, внесли уточнение. При ночном стекной оплате уборка тротуаров производится до 7 часов утра. При возникновении гололеда противогололедными материалами обрабатываются в первую очередь лестницы и тротуары. Особый раздел – парковки. Жители пожаловались, что после введения платы на парковке у железнодорожного вокзала соседние дворы заставлены машинами. Мы столкнулись второго часа с такой проблемой, что скорая не смогла подъехать к подъезду. Машины стоят навалом. Особенно страдают эти дома, когда поезд приезжает и провожаем поезд. Есть такие требования, что не допускается стоянка машин вне отведенных для этих целей местах, то есть на тротуарах, на газонах. Это, конечно, в правилах прописано. Но единственное, то, что мы хотели внести изменения в закон Чувашской республики об административных правонарушениях, которые давало бы нам, то есть работникам администрации, привлекать к ответственности этих нарушителей. Вот такой пункт пока не включили. Участь в опросе и предложении предстоит чебоксарским депутатам. Именно они будут окончательно утверждать новые правила. Думаю, что мы плодотворно поработаем и еще видоизменим немножко эти правила. Потом, конечно же, еще нужно, чтобы правила благоустройства прошли фильтр прокурорский, то есть провел через прокуратуру, только потом уже утвердим. В чебоксарский бюджет поступило дополнительно 154 миллиона рублей. Более 40 из них столичная администрация предложила направить на погашение долгов троллейбусного управления. Городские депутаты решение поддержали, правда, не единогласно. Бюджет города Чебоксары на 2017 год предлагается увеличить по доходам в общей сумме на 154 миллиона 32,4 тысячи рублей. 112 миллионов поступило из вышестоящих бюджетов, еще 40 – это собственные доходы города, к примеру, налоги. Если первое – это целевые поступления на строго определенные инвестиционные проекты, например, строительство инфраструктуры парка Амазония, то с собственными доходами город может распорядиться более или менее свободно. Например, направить на погашение долгов троллейбусного управления. Сумма задолженности за электроэнергию более 160 миллионов рублей. У Чувашьей энергосбыта были все рычаги для того, чтобы отключить электроэнергию. Троллейбусы бы встали. Ежедневные перевозки более чем 200 тысяч пассажиров остановились бы. Народ, люди пошли бы пешком. Поэтому нам нужно было внести это предложение. Против троллейбусного управления ничего не имеем, но уж больно мало времени было на изучение документа, пожаловался представитель ЛДПР. Сам проект был получен буквально за несколько часов до того, как начались наши постоянные комиссии. Представителя «Справедливой России» не устроили другие статьи расходов. Что мне говорить людям? Какая этническая Чуваша, какая Амазония? У людей во дворах грязь, темнота. О чем мы говорим? Почему были расставлены такие приоритеты? Что касается вопросов таких, как этническая Чуваша, набережная, ведь это программа Ростуризма. Это целевые средства, которые выделяются в объеме 93% федеральных средств, а 7% это субъекты города. Не участвовать в этой программе глупо. А эти средства могут быть направлены только на реализацию объектов, которые входят в программу развития туризма. Мы не можем эти средства направить на дворы, хотя знаем их проблемы. Мы не можем эти средства направить на строительство детских садов и на удовлетворение других проблем наших горожан. Так или иначе, решение принято, бюджет уточнен. Что касается сроков предоставления документов на изучение народным избранникам, тут представители администрации пообещали исправиться. Это была программа Местное самоуправление. До свидания.